Аня, дочка, я много переосмыслил за год, пока мы мотались по стране. Положение, ответственность, долг. Всё это ничто по сравнению с самым важным, семьёй, твоей жизнью. Прости, что я не понимал этого раньше. Если понадобится, я через сито просею всё это засыпанное снегом кладбище, но найду лекарство. А Артём... Артём чувствует свою вину и хочет её искупить. Я постараюсь проследить, чтобы это не стоило ему жизни. Главное, я снова в метро. И здесь никаким мутантом меня не остановить. Радиация на поверхности — другое дело. Отправляясь сюда, я думал, что беру билет в один конец. Вы сказали, цель близко, но зачем вам институт? А ты нас, товарищи, задание у нас. Больше сказать не могу. Но теперь, благодаря зелёнке, которую нам отдал Кирилл, у нас появился шанс выжить. Ну что, боец, Артём ушёл. Буду я тоже готовиться. А я, товарищ полковник. А ты, рядовой, пока останешься на связи, должен же кто-то координировать операцию. Дело ответственное. Справишься? Конечно, справлюсь. Молодец. Кстати, Орел, расскажи-ка мне пока, как вы тут до бунта жили, когда зелёнки на всех хватало? Неплохо жили. Только отец вечно, то на задании, то в патруле. Скучал один? Нет. Отец всегда домой спешил вернуться. Особенно на празднике. Новый год последний вместе встретили. Товарищ полковник, ремонтники очень просили напомнить, как до насоса заберётесь, всё слизь вокруг выжить. Ну, с гнидию, считай, покончили. Сам полковник Хребников за огнемёт берётся. Смотри, не сглазь. Кстати, об огнемёте. Где он? Вот, товарищ полковник. Только осторожно, тяжёлый. Знаю. Давление в норме? Должно быть в норме. Проверьте. Если нет, ручка сбоку. Подкачайте немного. Вот так всегда. Вечно всё приходится делать самому. Ладно, я пошёл. Задайте гнили жару. Так точно, товарищ полковник. Загоди, не волнуйся. Не пуха. К чёрту. Хе-хе, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ох ты, ё-моё, здоровый какой. Я Ольха. Всем группам. Видел взрослого червя, так что не зевать. Ольха, я красный один. Вас понял. Красный два принял. Красный три есть, дизевать. Добро. Красный три. 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 Продолжение следует... 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 Товарищ полковник... У меня ремонтники на проводе... Говорят, вода пошла... Они высылают бригаду... Прикрытие им обеспечено... Так что задача выполнена... Отлично... Отлично... Спасибо... Продолжение следует... 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 Товарищ полковник, здравия желаю, товарищ полковник. Вольно, ребята. Отлично отработали, спасибо. Спасибо, товарищ полковник. Ну, мы, считай, только дожигали после вас. Нечего скромничать. Дожигали они. От имени командования объявляю вам благодарность. Товарищ полковник, скидывайте химзу и огнемет. Это все дезактивировать надо будет. А вам на пропускном перекунылем зеленки в коллетт. Я сейчас везусь. Вы там минимум недельную дозу получили. Хорошо, спасибо. Держи. Счастливого пути, товарищ полковник. Садитесь, товарищ полковник. Спасибо. Давайте с нами, ребята. До проспекта подбросим. Спасибо, товарищ полковник. Но за нами сейчас развозка подойдет. Там места больше. Ну, тогда счастливо. Двигаем, Петрович. Так точно. Штат на связи. Полковник Хлебников, доложите обстановку. Товарищ генерал, задание выполнено. Короче, Толь, основное я сделал. Червяков выжгли. Ребята еще дочистят, а я домой. Новый год на носу. Ну, тебе-то легче. Твой уже капитан говорит. Сереге мои поздравления, кстати. Сам и поздравишь. 2-го числа отпразднуем по семейному. Сейчас заскочи ко мне. Ты можешь отдыхать. Вас понял. Конец связи. Конец связи. Ничего себе. Товарищ полковник, давайте вам зеленку вколем. Не возражаю. Петрович, давай руку. Тебе тоже положено. Нет, я лучше сам, дома, своим шприцем. Ну, как знаешь, держи. Благодарю. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка, Красный проспект. Петрович, внучке что, хуже? Да нет, слава богу. Но детской нормы зеленки ей все равно не хватает. Хоть и на проспект перебрались. Вот я что могу и откладываю, вдруг обострить. Ну, в общем, жить можно и ладно. Ты мне лучше скажи, повыжгли день-то? Повыжгли, Петрович. Это хорошо. Только она все равно. Каждый раз только гуще разрастается. Видишь, не справляются насосы. Тоже им загнили. И так 20 лет отпахали при такой-то эксплуатации. А тут еще дряние-то. Фильтры забиваются, прокладки распадаются, железо ржавеет. Скоро вся система от гачки сдохнет. И будем тут на лодках рассекать. Гондольером заделаешься. А я и спеть могу. Лучше не надо. Твоим пением пытать хорошо. Приехали. Спасибо, что подбросил, Петрович. С наступающим. Взаимно. Я тогда тут пока поковыряюсь, а после елки мы с внучкой ждем вас с Кирюхой в гости, как обычно. Обязательно. Товарищ полковник. Товарищ полковник. Товарищ полковник, проходите, пожалуйста. Генерал вас ждет. Товарищ генерал. Оправдание ваха ставьте приступы метан. Если проявили инициативу, так готовьте снести ответственность. Здесь вам не на гражданке. Может идти? Есть! О, Слава, я тебя уже заждался. Проходи. Располагайся. Пока ты с ребятами на шашлыки ездил, тут кое-что новое нарисовалось. Взгляни на карты. Радиационная обстановка? Да, сталкеры из центра спутниковой связи вынесли. И теперь надо перевернуть там все и найти самое свежее по всей стране. Без карт непонятно, куда ехать. Возьми это дело на личный контроль и секретность обеспечь, понимаешь? Куда ехать, Толь? Скажи прямо, готовится эвакуация? Хорошо. Научки только между нами. Да. Тянуть больше нельзя. Зеленки не осталось. Придется изъять у населения излишки. Так что все пока совершенно секретно. А к чему секретность? Хороший ведь новости. На такое дело народ Зеленку и так бы отдал. Не мое решение, Слав. Но хорошие новости иногда и вправду лучше приберечь. Понял. Спасибо, что рассказал. Только между нами. Ты меня знаешь. Ну, с наступающим. Погоди. Побегу я. Как герою борьбы с гнилью и отцу-одиночки, тебе новогодний подарок от командования полагается. В развере месячного пайка на двоих. Держи. Спасибо. Ну, не задерживаю. Или еще побудешь. У меня и чай есть. Да ты просто змеи-искуситель сегодня, как я погляжу. Как там у Сереги дела? Доволен, конечно. Подумать, мой сын, капитан целый. Веришь? Не помогал вообще. Верю, конечно. А то я тебя не знаю. Я так считаю. Пусть сам добивается. Это характер закаляет. И работает же. Он в детстве мягковат был. В Катю. А сейчас кремень. Ты с ним всегда тверд был. Суров даже. У меня так не получается. Я тебя со стороны вижу. Ты с Кириллом ровно себя держишь. По-мужски, как надо. И он мужиком растет. Боец. Оскомовец. Он всего Оскомовского большой фанат. Мы для него, что те супергерои, даже страшно временами. А мы и есть герои. Спасаем, кого можем и как можем. И все ради них, ради детей. Чего ж пугаться? Он много его еще не поймет. Многое идеализирует. Для него мы рыцари без страха и упрека. Сам знаешь, в жизни оно сложнее все. Ладно, пойду я уже. Задержался. Да, давай, Слав. А то Новый год, а я тебя к сыну не пускаю. Кириллу привет. С наступающим. А я пока речь закончу. Не люблю на публику работать. Но тут никуда не денешься. Товарищ полковник. Здравия желаю, товарищ полковник. С наступающим. Товарищ полковник, здравия желаю. Тут столько народу набилось, что не пойти. Нулевой, а то и не успеем. О, сука. Да куда не успеет, Гриша? До Нового года еще... Пьяность, дрянь! Ты посмотри на себя, как! Не-не-не. Да, уничтожи. Уничтожи. Понял. С наступающим, Вячеслав Михайлович. А вот, кстати, до мноя что-то Сашку не видел с третий роты. Помните? С ушами такими. А никто это еще всегда рассказывал, бородатые. С ним случилось? Вот смотри, выберемся мы отсюда однажды, так? Ну да, я тебя отниму. Ну да, я тебя отниму. Папа, как я тебя напугал! Не ожидал засады? Отличная маскировка, рядовой. А теперь доложите обстановку. Ой, товарищ полковник, задание по украшению станции почти выполнено. Осталось последнюю лампочку вкрутить. Вольно. Давай я помогу. С наступающим, пап. Я думала, ты не успеешь. На мой день рождения и на мамину годовщину опоздал. Ай, прости. Я просто старался, чтобы таких годовщин у нас в метро было поменьше. Понимаешь? Понимаю. Вот и хорошо. Ну, включай. Задание выполнено. Отлично, рядовой. Спасибо. Папа, у меня для тебя подарок. Мне дядя Миша помог собрать. О, спасибо, сын. Кстати, о дяде Миши. После официальной части личному составу надлежит вымыть уши и явиться в расположении Михаила Петровича. Форма одежды парадная. Ура! Есть вымыть уши и форма одежды парадная, товарищ полковник. Ух, какую ёлку красивую сделали. Да, слушай. Дорогие жители Красного проспекта и гости с других станций. 2034 год подходит к концу. Год выдался непростой, но он ещё больше сплотил нас вокруг общей цели. Благополучие всех, для кого тоннели и метро стали домом. В Новый год мы все смотрим с ожиданием перемен к лучшему. И они обязательно произойдут благодаря нашим общим усилиям. От имени командования ОСКОМ я благодарю всех за отличную работу и поздравляю с Новым годом! 2035 годом! 10, 9, 80, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. С Новым годом! Чёрт! Ну вот, генератор, зараза, опять сдох. Кирилл, это Мельник. Проверка связи. Как слышишь? Приём. Слушай, вот хорошо, полковник. Приём. Кирилл, я у торговых рядов. Где тут на Сибирскую проход? По лестнице не вниз. Там штабоскопа был. Ещё там зелёнку складывали, которую во время рейдов конфисковали. Конфискации, значит. Нашёл. Спасибо, рядовой. Граждане, сохраняйте спокойствие. Сдавайте излишки радиопротектора представителям законной власти. Помните, наш общий долг объединить усилия для блага всех жителей метро. Помните, перераспределение радиопротектора. Разрешите, товарищ генерал? Слав, не поясничай. И так тошно. Что там на Сибирской вышло? Там закончили. Вот изъятое. Не густо получилось. Плохо, плохо дело. Пятно сплошное. Километров в 500 жарится. Да и потом неизвестно, сколько ехать. Твои ребята карт натащили, но чистых мест на них не видно. Были надежды на Пайкал, но... Пока не нашли, там разгром полный. А насчёт радиации... Фильтры на что? Главное, от пыли защититься. Фильтры. Все вагоны фонят так, что без зелёнки никакие фильтры не помогут. А ещё дети. Ты и сам не один едешь, а с сыном. Так что знаешь, что детям больше надо. Понимаю. А хватит? На всех сразу нет. Сначала вывезем ценных специалистов, подготовим новый подвижной состав, и тогда уже остальных. Так что получается? Будем людей на сорта делить? Кого первыми вывозить? Ты же видишь что на кону? Наши дети тоже, между прочим. О чём тут вообще говорить? Не ожидал, Слав, не ожидал. О Кирюхе своём вспомни. Я, кстати, не забыл. Поедете с ним в первом эшелоне. Так что не подведи меня. А сейчас не забивай себе голову, отдохни лучше. На проспекте твои ребята и сами управятся. Понял. Ах, опять закурить тянет. Как ты будешь? Пожалуй, в другой раз. Ну, хозяин, барин. Давно хорошего курива не было. Ох, давно. А он тогда что? Ну, говорит, мы ваше положение понимаем, сотрудничество ваше высоко ценен. Товарищ полковник. Как обстановка, сержант? Подпокойнее, подпокойнее. Не надо собей, мы понизили. Ну что же ты делаешь? Товарищ полковник, ну хоть вы им скажите. Скоро начнём выдачу. Скоро начнём выдачу. Скажите, чтобы начинали выдачу. Расступитесь. Дайте пройти. Пропустите. Товарищ полковник, разрешите? Обращайтесь. Поступил сигнал об излишках. Обязан реагировать. А он не открывает. Ясно. Идём. Ой, батюшки. Ой, начальник, вижу, крепко я тебе понравился. Всего он вам понравился. Что-то Новый год вспомнился. Пили тогда, как раз тут рядышком. Товарищ полковник, сюда. Конечно. О, Гриша молодой тогда с нами. Петрович, открой. Слава? Заходи. Спасибо. За мной. Михаил Петрович, вы знаете, зачем мы здесь. Предлагаю сдать излишки добровольно, иначе будут неприятности. Не могу. Ну, не могу я. Ты же знаешь, это для внучки. От себя ведь отрывал. По капельке копил. Ничего не могу сделать. Был сигнал об излишках. Мы обязаны реагировать. Начинаем обыск. Проверьте там. Ну, как же так можно? Я ведь зарплаты откладывал. Всё, честно. Знаю, но порядок есть порядок. Есть, товарищ полковник. Нашёл. Это разве излишки? Это для внучки. Понимаете? Ага, для внучки. На рынке, небось, спекулируешь. Та-а-а, товарищ полковник, вы же знаете. Товарищ полковник, у него точно ещё есть. Надо искать ещё, а то план сорвём. Хватит. Мы излишки изымаем, а не последнее. Товарищ полковник, мне же рапорт писать. Под мою ответственность. Отнесите в штаб и оформите, как положено. Так точно. Прости. Я понимаю, выбора у тебя не было. Спасибо, что оставил немного. Это ты прости. Но насчёт выбора всё верно. Нет его ни у кого. Ну, пойду я. Спасибо. Не за что. Спасибо, Слава. Хватит мне голову морочить. Норма сдачи ваша точно посчитана. Не с потолка взята. Тут не хватает. Доплачивайте. Ну, командир, ты сам посуди. Где я тебе зелёнку возьму? Вы в народе, считай, всё изъяли. Торговля встала. А норма сдачи написана, как будто я тут магнат. Процветаю. Вы меня тоже поймите. У меня написано. Написано, значит, лейтенант, вынь да положь. На заборе тоже написано. От того, что там написано, зелёнка у меня не появится. Так своему командиру передай. Добро пожаловать на проспект. Прошу оставаться на местах. Жена твоя. Ну, здравствуйте, рядовой. Ух, и устал я сегодня. Кирилл? Ну, к рядовой рассказывай, что случилось. Ничего. Не хочу я больше. Чего не хочешь? Я себя рядовым. И воском я больше быть не хочу. Так. С этого места подробнее. Я на Сибирской был. Видел, как солдаты зелёнку у людей отбирали. Один торговец кричал, что они права не имеют. Его побили. Зелёнку всю забрали и ушли. Ну, это уже ни в какие ворота. Я завтра узнаю, кто это сделал и разберусь. Ты говорил, что Оском защищает людей, а вы у них зелёнку забираете. Почему? Это сложно. С зелёнкой трудно. Поэтому и приходится забирать у тех, у кого зелёнки много, и раздавать тем, кому не хватает. Иначе богатые будут сидеть на своих запасах, а бедные умирать. Разве это будет справедливо? Нет. Конечно, нет. Но справедливо будет. Вот видишь, понятно, что те, у кого забирают, недовольны. Но так нужно, понимаешь? Ну, если бы у меня зелёнку забирали, я бы тоже не радовался. Но теперь понимаю. Вот и хорошо. А эти солдаты вели себя неправильно. Я прослежу, чтобы их наказали. И они пойдут и извинятся. Правильно. Пусть извиняется. Вот и отлично. Кстати, о зелёнке. Давай-ка, брат-храбрец, сделаем тебе укол. Давай. Готово. 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 На нас Paul. Проверối. Кирилл, это Мельник. Как связь? Прием. Слышу вас, товарищ полковник. Небольшие помещи. Прием. У меня тоже. Я на Сибирской. Тут была последняя линия обороны. Прием. Да. Я сам не видел. Мне папа рассказывал. А как раз перед тем, как мятежники на последний штурм пошли... Пап, тебе точно надо идти? Ты же не отдохнул совсем. Мятежники наступают. Не до отдыха. Мятежники? Скажи, пап, если мы, Оском, защищаем людей, зачем им врать? Ого. Ты повзрослел рядовой, а я и не заметил. Значит, поговорим как взрослые. Нужно ли говорить правду? Конечно. Но жизнь – сложная штука. В руках наших врагов правда может быть опасна. Нужно понимать, кому ее можно говорить, а кому нет. Командование видит картину целиком, и поэтому может принимать решения. Иногда неприятное решение. Но так нужно. Командование думает обо всех. А гражданские – только о себе. Поэтому правду, которая может их напугать, приходится скрывать. Но это для их же блага. Понимаю. Но все-таки страшно так думать. В жизни много страшного. Но я неплохо тебя воспитал. Ты сильный и храбрый. Справишься. Но мне пора. Иди домой. Пока не вернусь, никуда не выходи и никого не впускай. Это приказ. Есть, товарищ полковник! Сержант, проводите. Есть! Пошли, Керим. Ладно. Удачи, папа! Тебе тоже, сынок. Продолжение следует...